Слава Богу! Бат Митсва, выпуск, просто знаете, когда сюда я поднялся, я уже почувствовал усталость, но поэтому слава Богу, что у нас есть такая община. Хорошо, друзья, у меня есть слово. Тема моего послания, я бы хотел сегодня поговорить о пути моего призвания. Потому что когда Бог призывает человека, и проходит время, когда он входит в свое призвание, есть определенный отрезок жизни. И этот отрезок называется длиною в жизни. И вот я бы хотел, как пример, взять жизнь Иосифа. В Писании очень много ярких примеров, очень много разных людей, но вот именно его жизнь, она мне больше всего понравилась. Где-то, может быть, похожа на мою, может быть, на каждого из вас. И его жизнь в общем можно описать не... Ну, мы все как бы знаем, да, все мы знаем жизнь Иосифа, да, мы его знаем хорошо историю. И если не смотреть на конечный результат, то его жизнь можно описать простым таким предложением, да. Почему жизнь ко мне такая несправедливая? Мы, бывает, часто задаем себе вопрос, да, почему жизнь такая несправедливая ко мне? И также можно его жизнь описать в нескольких словах. Это брошен в яму, заключен в темницу и загнан точно в лунку. И его история начинается с 17 лет, с подросткового возраста. Особо беззаботная жизнь, наблюдать за тем, как его братья, которые не совсем его долюбливают, за определенные вещи пасут овечек, любоваться красивой одеждой, которую подарил ему отец. Ну, и, конечно, находиться в кругу семьи, которая очень сильно любит, потому что мы читаем Писание о том, что он был любимый сын, да, ну, у своего отца. И, в принципе, как бы особо не беззаботная жизнь. И вот я хочу посчитать, в принципе, его призвание начинается с такого раннего возраста. И, знаете, хочу сказать больше, конечно, молодежи, огромное благословение жить в христианской семье, да. Потому что мы, бывает, приходим к Богу в 40 лет, кто-то позже. Но именно вот Бог призвал его в раннем, потому что у него были хорошие родители, они воспитывали его в слове, молились за него, и поэтому он получил раннее откровение. И я хотел прочитать эта книга «Бытие», Берешит, 37 глава, с 5 стиха. И вот тут написано, «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот сноп встал прямо, и вот ваши снопы встали кругом и поклонились моему снопу». Очень хороший сон, но это еще не конец. «И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели ты будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклонились мне». Вот такой вот сон он видел, и, конечно же, он рассказал его братьям. Интересный момент, да, если бы кто из вас живет, находится в большой семье, там многодетной или просто в большой семье, и не совсем у вас, может быть, хорошие отношения, и представьте себе, вам снится такой сон. Снится вам, что ваши братья, которые не совсем вас любят, поклоняются вам. Ну и все, может быть, люди вокруг, может, кто-то на работе, который тоже не совсем к вам имеет симпатию, вам поклоняются. И вот такой сон вам снится. Вот как вы бы себя чувствовали? Вот интересно. Конечно, вы бы не рассказали бы, да? Или наоборот. Вы бы, конечно, подошли бы и сказали, знаете, собрали бы всю семью, и говорит, мне такой сон приснился. Я, конечно, вам его не расскажу, но скажу завтра. И вот, представляете, да, снится такой сон Иосифу, и он его рассказывает. И на самом деле это был очень важный сон. Этот сон был очень сильный. Он говорил о трех вещах. Он говорил о лидерстве, он говорил о высоком положении, и он говорил о спасении его семьи. И вот, конечно же, он, я не думаю, что он знал, какой будет путь, да, но его призвание. Он, наверное, думал, что вот ему Бог дал сон, он рассказал, и, наверное, быстренько на следующий день все, конечно, поклонятся ему, все признают его великим человеком в семье. Ну, я думаю, что, возможно, были такие у него мысли. Я не думаю, что у него были мысли, что он пройдет все этапы. Но, знаете, тут не так было, как хотелось. И что произошло? И его первые шаги, они, первый этап, можно назвать его яма. И вот его первый сон, да, на пути в призвание начался с ямы. Почему с ямы? Ну, интересно, так природа заложила, что растение, оно растет именно снизу вверх, а не наоборот. И вот, конечно, данный период в жизни был типичен для многих. В прошлой неделе, да, нас учил очень сильный учитель, и говорили о том, что он заплатил свою цену, да, за то, что он пришел к Богу. То есть отношения с родителями, ну, самое дорогое, что есть, это твоя семья, которые отказались от него. Я помню, когда я тоже пришел к Богу, отец мой сильно обозлился на меня, вообще на нашу семью. Вот. Сейчас, конечно, Царство Ему Небесное, он два года как умер. Слава Богу, моя мать жива, и спасибо Ольге и Сергею, что они посещали. Она до сих пор помнит, когда я посещаю. Спасибо. И вот он сильно обозлился, и, конечно, пришлось где-то заплатить. Я люблю своих родителей. Знаете, я благодарен, что Бог дал мне таких родителей. Благодарен за своего отца, благодарен за свою маму. Я ни капельки не обижаюсь, я просто все отдал Господу. Но был момент очень сложный, я злился, я переживал, мне где-то хотелось отомстить, потому что, ну, были очень сложные периоды. И вот этот путь. И, конечно, мы читаем дальше историю, да, что обстоятельства жизни поворачиваются так, что его, его, сажают его в яму, да, когда он, увидели его, он хотел просто увидеть своих братьев, вот. На него обозлились, ну, за все обозлились, потому что он был любимым сыночком, за все, за одежду и за все. И вот его решают убить. Но, слава Богу, что есть в семье, не все тебя ненавидят, кто-то тебя немного ненавидит, вот. Они... А? Да, ну, немного так, не совсем. И, слава Богу, что есть братья, да, которые говорят, ну, давайте мы его не убьем, там, давайте мы не будем его убивать. И вот ситуация так, да, что он находится во рву, потом его продают измалитянам в рабство за символическую сумму, потом измалитяне в Египте продают Иосифа, Патифару, вот. И вот такая вот цепная реакция, значит, событие за событие. Вот когда мы приходим к Богу, да, иногда бывают такие моменты. Я помню, когда-то в проповедях я слышал, ну, такое вот выражение, может, сейчас тоже так говорят, ну, такое, что «приди к Богу, у тебя все изменится». Правда? Ну, слышали такое? «Приди к Богу, у тебя все-все поменится». Не, на самом деле, все изменится. На самом деле, я, это не антиреклама, действительно, Бог, Он меняет жизни, Бог, Он меняет все ситуации. Но общался с одним человеком, он тоже верующий, он говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, у меня, наоборот, у меня было все хорошо, я пришел к Богу, у меня стало все плохо. Но тогда он думал, что все плохо, потому что то, что было хорошо, на самом деле было все плохо. Как в Писании, да, то, что человеку, кажется, ну, пути его прямые, да, но конечный его путь, это, да, путь в неизвестность. Вот. Поэтому, на самом деле, когда мы приходим к Богу, ситуации могут меняться, Бог работает с нашей жизнью. И в Бытие 39 главе, здесь начинается самое интересное. Сейчас я открою, Бытие 39 глава, с первого стиха. И вот мы видим, да, тяжелый путь. Он проходит яму с одного события в другое, его продают измолитянам, потом, то есть, ну, как-то особо он вроде привык к яме, думает, ну, ладно, уже смирюсь, потом продают, думаю, ладно, прокачусь немножко. Потом его продают опять Патифару. Вот такие вот события. И вот в Бытие 39 глава интересный момент. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измолитян, пришедших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телехранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел Господиного, что Господь был с ним, и что всему, то, что он делает, Господь, и всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Потрясающе. И вот я хочу сказать хорошую мысль. Даже если с тобой поступили несправедливо, жестоко, предательски, но ты остаешься быть благочестивым человеком, верным Богу, то тебя в любом месте заметят. А заметьте, потому что Бог прославит. Если поступили неправильно, потому что ситуации бывают разные, несправедливо, жестоко, то придет время, когда тебя увидят, потому что с тобой написано, и был Господь с Иосифом. Поэтому не расстраивайтесь. И вот у него такой карьерный подъем. То есть он взлетает до небес. Все хорошо. Прошел этот трудный путь в своей жизни. Мир повернулся к нему лицом. Все начинают улыбаться, здороваться. Все хорошо. В карьере у него хорошо. Бизнес пошел. Появились у него покупатели. У каждого. У вас все хорошо, все замечательно. Так хочется быть в таком состоянии. Не хочется, чтобы ничего менялось. Прям все так налаживается. Прям хочется парить. Ну, здесь срабатывает такой закон притяжения. И опять он попадает во второй этап. Попадает еще в одну яму. Конечно, скажете, да, сколько можно этих ям? Сколько можно? Ну, я обещаю, это последнее. Дальше будет все хорошо. Не переживайте. И вот я не буду как бы все зачитывать, да, его обвиняют в том, что он не сделал. Он этого не делал. Это было несправедливое обвинение. Бывает, часто нас в чем-то обвиняют в том, что мы не сделали. Бывает, что обвиняют в том, что мы сделали. Как Слово Божие, да, то, что если вы страдаете за заслуги, то это одно. Ну, когда вы страдаете не по заслугам, да, когда вы страдаете невинно, спасибо, то, ну, как-то очень больно, очень горько. И вот он пострадал. Жена Патифара обвиняет его в том, что он переспал, с ней сделал грех. Но он этого не делал, потому что он был благочестивым человеком, потому что он знал Бога. И интересно, опять же, такая мысль, как преодолеть искушение. И книга Псаума, в 118 глава, 9 стих, он говорит, «Как юноши содержать в чистоте путь свой». Хороший вопрос. Как юноши содержать в чистоте путь свой? И дальше хранением себя по Слову Твоему. Я верю, что он был благочестивым человеком, он знал Бога, и он сохранял. Потому что в Слове Божьем говорит, что Патифар мне позволил все делать, но только не позволил прикасаться к жене. Потому что я не могу это сделать и опорочить им имя Господне. И, конечно же, он думал, что за эти слова его похвалят. Я думаю, что Патифар скажет, ты, наверное, молодец, ты поступил хорошо. Но тут было по-другому все. И опять несправедливость. И Патифар узнал это, сажает его в тюрьму. Несправедливо. И тут самое время, находясь в этой ситуации, когда ты думаешь, что все, все, что было, оно все просто куда-то пропало и провалилось. И находясь в такой ситуации, находясь в этой яме, тут именно самый подходящий момент задать очень хороший вопрос. Такой вопрос Богу, такой вот хороший точечный вопрос. «Боже, а ты вообще есть на этой земле? А ты вообще существуешь? Я верил тебе, я посвящал тебе свою жизнь. Братья меня обвинили, ложно обвинили, братья предали. Я служил тебе, я посвящал тебе свою жизнь, я доверял тебе. Я приходил каждый день на служение, я давал десятину, я участвовал в мессионерских поездках, и много я делал, и теперь я здесь». Бывает такая, да, в жизни у вас, да, когда вы находитесь в какой-то ситуации, такой вот, очень такой вот стесненный, и вот задаешь такой Богу вопрос. Возможно, были такие мысли. Я не говорю, что он задавал такой Богу вопрос. Это мысли, это просто рассуждение. Потому что бывает, мы в каких-то ситуациях, и мы говорим, «Боже, ты где? Ты вообще есть? А где же те пророческие сны, которые ты мне давал, да? А где же то слово от Господа, которое я получил на одной из конференций, о том, что мне говорили о том, что у меня будет великая жизнь, о том, что у меня будет великое будущее? Где все это? А теперь я здесь сижу. Вот, и, возможно, у меня такие были вопросы. Но главное в этой ситуации, ну, бывает такое, да, в жизни, или это, ну, только, может, со мной там. Ну, бывает, да, вот. Я хочу услышать, может, не бывает. Может, все хорошо. Бывает. Все, никто не говорит, бывает такое. И знаете, и вот в этой ситуации главное помнить, главное знать о том, что, и написано, что Бог был там с ним. Главное в этой ситуации знать, что Бог был с ним. И Слово Божие говорит, что он оставался верным. Даже тюрьма не смогла его сломить, сломить его веру в Бога. Мы знаем пример апостола Павла, он тоже был в тюрьме силой. И он мог, конечно, разочаровываться, плакать, мог роптать, но мы знаем, да, что там делали в тюрьме. Был такой праздник, что даже ангелы Божии пришли туда, да, и освободили его. Поэтому вера, она три чудеса. И я хочу сказать, что такое вера. Вера, это когда встречаются трагические события в жизни, но в них мы видим добрый замысел Бога. Это вера. Когда в жизни происходят ситуации, которые нам не под силу, трагические ситуации, но мы в этом видим добрый замысел Бога, вот в этом проявляется вера. У меня немного времени, мне многое свели с моей жизни, но я буду пропускать. И, знаете, когда он находился в такой ситуации, у него была вера. И очень важно иметь веру, потому что я скажу, что без веры нам нечего делать на этой земле. Когда у нас есть вера, мы способны проходить любые трудности. Да, тяжело, да, невозможно, но когда мы имеем веру в Бога, мы способны это сделать. Знаете, один брат благословенный, он сказал, мы общались, такое слово, говорит, я знаю, что будет все хорошо, я знаю, что будет все прекрасно, но вопрос, когда? Этот вопрос навсегда, мы знаем, что будет хорошо, но вопрос, когда? И вот интересное, мы видим, что у Иосифа наступает новое время, день возвышения. Я бы хотел бы открыть ту же книгу «Бытие Берешит» и прочитать 41 главу 41 стиха. «И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всей землею. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему и велел вести его на второй из своих колесниц, провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всей землею египетскою». И вот приходит тот момент в нашей жизни, момент Божьего, Божье время, Божий момент. После того, как он прошел некоторые трудности, некоторые ситуации, потому что мы должны понимать, какой ему сон приснился, то есть почему он прошел очень сложный период, потому что во сне Бог ему сказал о том, что он будет великим человеком, о том, что он будет иметь положение, власть и всю свою семью. И вот наступил такой день. После того, как он прошел эту ситуацию, наступает день коронации, это Божье время. И чему Бог научил Иосифа, и чему эта история учит нас? Она учит нас в трем важным вещам, драгоценные. Она учит нас, первое, это смирению, служению, и третье, это вера. Для того, чтобы стать лидером, Бог дал ему во сне, да, о том, что он будет лидер, которого Бог мог бы использовать и прославляться, необходимо смирение. Опустившись на дно жизни, Иосиф прошел через испытание смирения. Пример Иишо, да, нашего Господа. Писание говорит о том, что он был послушен и смирен даже до креста несмертных. Когда мы, приходят такие ситуации, когда мы начинаем доказывать или рассказывать о том, что мы правы, то, конечно, время оттягивается, но он прошел это смирение. Второе, Бог тренировал его быть служителем, потому что каждый лидер, он должен уметь служить людям. Людям нужно тоже уметь служить, можно и навредить людям. И каждый служитель, каждый лидер, он должен научиться служить. И Ишо, он служил людям. Он служил своим временем, своим сердцем, он служил всем, и он послужил нам всей своей жизнью. И третье, он научил его быть человеком веры. Это очень важно, потому что в этой жизни мы сталкиваемся с разными проблемами, а без веры нам просто, мы не сможем пройти. И что значит научил быть человеком веры? Это полное доверие Богу. Он полностью разочаровался где-то в людях, через разные события, и это научило его полагаться полностью на Бога. Он понял, что его сила не в братьях, не в людях, не в положении, не в финансах. Его сила только в Боге. И Писание говорит, что Бог провел его через весь этот, процесс. Именно Бог провел, не дьявол. Да, Писание говорит, что Бог провел его, да? Также он говорит, что Слово Господне испытало его. И в этой ситуации мы можем злиться, когда приходят разные проблемы, мы можем злиться на людей. Мы можем обвинять людей, почему, за что, для чего, как. Но если Бог тебя проводит, в этой ситуации, у тебя есть два варианта, или возмущаться, или кого-то критиковать, или просто смириться, смириться для Бога, потому что придет Божие время, да, и Бог вознесет. Иосиф находился в тюрьме. Почему? Не для того, чтобы просто Бог избавил его, а для того, чтобы показать этому, этой ситуации, что есть люди, которых ситуации не смогут сломить. Бог помещает трех евреевских юношей в огненную печь. Мы знаем эту историю, да, Сидрах, Мессах и Авдонага, которые не преклонились из Тукана. Для чего? Я думаю, не для того. Конечно, Бог освобождает, но не для того, друзья мои, не для того, чтобы просто освободить из печи, а для того, чтобы показать огню и всем окружающим, что есть люди, которых огонь не может сжечь. Потому что эти люди, они уповают на Бога, они верят в Бога. Бог поместил Ноя в ковчег. Для чего? Не просто его спасти, а для того, чтобы показать, что есть люди, которых не позволено утонуть. И много есть примеров про Даниила. И также хочу сказать каждому из нас, себе, всем нам. Бог поместил каждого из вас в семью. И, конечно, может быть не совсем богатую семью, как есть, семьи. Может не совсем в семью, где каждый день тебе говорят, что я тебя люблю, ты такая прекрасная, ты такая прекрасная. А не говорят, потому что, может быть, моего отца или мать не научили это говорить. И, конечно, можно возмущаться, можно сказать, я ухожу с этой семьи. Это не такая семья, как у моей подружки. Но ты можешь стать примером этой семьи, ты можешь стать источником Божьего благословения в этой семье. И ты можешь говорить первым в этой семье, что о любви. Также Бог поместил каждого из нас в церковь. Да, правда? В общину. Вот. И, возможно, это не такая церковь, не такая община, как есть. Мы знаем. Вот. Возможно, очень строгие какие-то правила. Возможно, где-то кого-то незаслуженно поставили на замечание. Может, заслуженно. Может быть, мало кто здоровается. Может быть, приветствуется. Может быть, как обычно такое слово, нет любви, там лучше любви. Но если Бог поместил каждого из нас в то место, я думаю, что можно сделать второе решение, да, стать этим благословением, начать здороваться, начать улыбаться, начать говорить хорошие слова. И если нужно пройти какой-то период сложный в жизни, я думаю, что его нужно пройти. Возможно, Бог приготовил для тебя свое призвание. Возможно, Бог приготовил что-то важное для тебя. И как бы не хотелось, чтобы просто человек прошел мимо своего призвания. Бог может поместить нас в любые ситуации, в любые сложности. И эти ситуации будут смотреть нам в лицо. Знаете, и задавать нам один и тот же вопрос. Кто ты? Любая ситуация смотрит в лицо и задает вопрос. Кто ты? Но мы знаем, кто мы. Мы дети живого Бога. Мы имеем веру в Бога. И мы знаем, что Бог, Бог с нами. И в завершение хочу сказать, что Бог каждого из нас призвал. Нету бездарных людей. Если вы на этом месте, если вы родились, значит, у Бога есть соответствующее к вам призвание. И между призывом и вхождением в него есть отрезок жизни, который нам нужно пройти. Какая бы там ни была ситуация в жизни, или в семье, или на работе, или даже в общине, возможно, несправедливая, смотря на жизнь Иосифа, мы можем видеть, что на его конечный результат. Да? А конечный результат, он не был трагичен. Да? Конечный результат, это он был в благословении. Он стал человеком, через которого спаслась его семья. Он стал человеком, который управлял тем государством. Он стал сильным человеком. Я верю, что когда вы пройдете через эти трудности и проблемы, вы станете также этим человеком. Не оборачивайтесь на эти ситуации, которые пытаются вас. Я думаю, что во всем этом есть воля Божья. Я знаю, что каждый из вас, он проходит любые трудности, каждый из вас проходит любые ситуации в жизни. И у вас есть два выбора обидеться, огорчиться, зачароваться и уйти. Но есть другой момент. Есть момент смирения, послушания Богу. И в свое время Бог вас вознесет. Поэтому пусть Бог благословит вас пройти свое время в ход своего призвания. Пусть Бог благословит вас не разочаровываться, потому что впереди ждет большая награда. Впереди ждет награда, спасения, благословения. Поэтому пусть Бог благословит вас. Доверяйте Богу, ведь с Ним возможно все. Аллилуйя. И давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог, если может быть кто-то из вас проходит сложный период жизни, кто-то из вас проходит может быть какие-то ямы, одну, вторую, а может быть даже больше, то сейчас это время просто помолиться, отдать все Богу, где-то смириться, где-то сказать Господи все в твоих руках. Возможно что-то с вами кто-то поступил несправедливо. Несправедливо. Это часто бывает. Просто доверьте все Богу. Отдайте все Богу. И мы сейчас будем молиться. если вы проходите ситуацию, вы можете встать, вы можете выйти вперед и служителя постараний будут молиться за вас, чтобы Бог дал вам силы, дал вам понимание, дал вам веры устоять и пройти эту ситуацию. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарны тебе за твою милость. Мы благодарны тебе, что мы твои дети. Мы благодарны тебе, что ты показал нам пример идти по этой жизни. Мы благодарны тебе, что смотря на тебя, смотря на тебя, как смотрел Петр, мы сможем пройти по волнам этого мира. Боже, я прошу тебя благословить каждого брата, каждую сестру, благослови Господь смотреть на тебя. Благослови Боже нас смирением, благослови послушанием, пройти этот путь в свое призвание. Я молю тебя, Господи, за те, кому совсем тяжело. И возможно, мы задаем такие вопросы, Боже, где ты? Боже, где ты? Но ты рядом, ты не оставляешь. Боже, и пусть этот сегодняшний момент, это слово, что ты всегда рядом, что Бог был с Иосифом, и Бог будет со мной. Пусть этот момент, он сегодня восстанет в нашем сердце, он сегодня наполнит наше сердце, что Бог он со мной, что Бог он рядом. Во имя и шум. Благослови, благослови, Боже, твою общину, благослови, твой народ, благослови, каждого здесь стоящего. Во каждый год мы говорим о целях последующего года. Этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание, как долго, когда это придет, мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить к большим переменам.